Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. И сегодня я покажу вам, как делать своими руками Деда Мороза и Снегурочку в винтажном стиле, как в советском детстве. Смотрим! Начнем с изготовления лиц. Молды сегодня буду делать сама и начинаю с изготовления моделей. Модели я лепила из скульптурного пластилина. Он продается в любом художественном магазине, но можно взять и обычный детский пластилин. Это абсолютно не принципиально. Ну, правда, из однотонного куска попроще лепить. Для лица дедушки из бруска пластилина я вырезала овальный медальон. Около 15 сантиметров в длину у меня и шириной сантиметров 5 или 6. Лицо довольно крупное, потому что я хочу сделать большого дедушку, полметра роста. Медальон удлиненный, потому что я сразу буду делать бороду. Ножиком прорезаю ямки для глаз и заглаживаю пальцами. Примазываю вертикальную колбаску нос и два шарика по бокам будущие крылья носа. И еще один небольшой шарик на кончик носа. Все заглаживаю небольшим стеком. Две колбаски под глазницами это брови. Они должны быть довольно толстые и выразительные. Еще три колбаски потоньше на лоб. Первая изогнутая, вторая поровнее и третья совсем прямая. Это будущие морщинки. Все приглаживаю и корректирую, чтобы получилось нужное выражение лица. Кстати, лицо я лепила, глядя на фото советского Деда Мороза. Так намного проще, чем из головы. Так что, если вы не опытный скульптор, советую поступать также лепить по фото. Пара шариков побольше на щеки. Это будут яблочки. Я сильно их не приглаживала, оставила такими выступающими достаточно шариками. Это сразу придает лицу старческий вид. Еще две колбаски губы. С нижней частью лица все довольно просто, потому что сразу лепим бороду и усы. Так что губы и подбородок не особенно видно. Я, конечно, потом буду делать бороду ватную. Но лично мне проще было именно с бородой сразу лицо делать. Так выражение лица видно гораздо лучше. Делаю более выразительные глаза. Добавляю тонкие колбаски на верхний и нижний веки. Ну и заканчиваю формировать лицо. Делаю прядки на бороде. Выравниваю поверхность, если где-то не очень ровно и аккуратно получилось. Снегурочку леплю по такому же принципу. Делаю овальный медальон. Вырезаю ямки под глаза. Леплю носик. На этот раз маленький и аккуратный. И добавляю шарики на щеки и подбородок. Из колбасок формирую ротик, бровки и веки. Надо сказать, со снегуркой я провозилась намного дольше. Милая детская личико сложнее оказалось слепить, чем характерная старческая. Не совсем довольна результатом, но что получилось, то получилось. Я еще добавила челочку. Эта личика тоже лепила по фото ватной советской снегурочки. Модели готовы. Можно делать молды. Дети быстро растут. И вот уже ваш малыш, который вчера просил, мама, купи мне новый набор лего, приходит к вам и говорит, мама, я хочу свою банковскую карту. В современных реалиях, когда все мы везде и повсюду расплачиваемся банковскими картами, ребенку, конечно, тоже хочется иметь свою карту как большому. Я уже много лет пользуюсь услугами банка Тинькофф. Это очень надежный банк. Они более 16 лет на рынке. Их услугами пользуются более 30 миллионов человек. И все приложения, вся техподдержка у них просто шикарные. Была у меня возможность сравнить с другими банками. Я знала, что они делают и детские карты, поэтому выбор был для меня, в общем-то, очевиден. И мы оформили детскую карту Тинькофф Джуниор. Ее очень легко оформить. В отличие от многих других банков, никаких документов на ребенка не требуется. Достаточно договориться о времени встречи. И сотрудник банка сам привезет вам карту в офис или домой в удобное время. При оформлении можно выбрать дизайн карты. Сын выбрал черную, почти как взрослая, но с прикольным рисунком. Когда вы заказываете ребенку карту, вам открывается отдельный счет, делается отдельная карта, и ребенок устанавливает себе на телефон отдельное приложение. Но при этом у вас сохраняется родительский контроль. В этом плане карта намного удобнее наличных. Вы можете, например, настроить бесплатный СМС с уведомлениями об операциях, которые совершал ребенок, установить дневной и лимит трат. Кошелек с наличными можно потерять. Ну, а деньги на карте, даже если ребенок ее потеряет, можно заморозить и сохранить. Детское приложение Тинькофф очень похоже на взрослое, но с дополнительными плюшками, интересными для детей. Например, можно давать ребенку задание, полить цветы, убраться в комнате, сделать уроки и назначать за них награду. Сын, после того, как мы оформили карту, постоянно бегал ко мне и просил дать ему какое-нибудь задание. Пропалывал мне потом клубнику. Ребенок может создать свой собственный счет-копилку и копить на нем себе на какую-нибудь крупную покупку. На такой счет, если вы оформите подписку Тинькофф Про, начисляется до 5% годовых. Все как у взрослых. Карту удобно пополнять. Вы сможете в любой момент перевести деньги на карту ребенка со своей картой Тинькофф Блэк. Переводы бесплатные и с моментальным зачислением. Если своей карты Тинькофф Блэк у вас нет, ее бесплатно оформят и привезут вместе с детской. Также и родственники, если захотят сделать подарок деньгами, смогут напрямую перечислять деньги ребенку, как на любую другую карту. Кстати, и сама карта Тинькофф Джуниор может стать прекрасным подарком, например, на день рождения или на Новый год. Эдакое признание для ребенка. Ты уже большой. Мне кажется, любому ребенку это будет важно и приятно. Ссылочку, как обычно, оставлю в описании к видео. Переходите и оформляйте карту Тинькофф Джуниор, по которой ваш ребенок сможет самостоятельно совершать свои первые финансовые операции. Я сделала простейшие опалубки из гофрокартона. Сворачиваю полоску гофры в кольцо, чтобы внутрь поместилось лицо с небольшим запасом. Обвожу контур на кусочки картона, вырезаю овальное дно и соединяю стенки с дном обычным скотчем. Замешиваю гипс до густоты жидкой сметаны. У меня скульптурный, но можно и строительный. И заливаю его в форму. Можно, как я делала здесь, заливать лежащее лицо. А можно сначала налить в опалубку гипс и потом вдавить в него лицо сверху. Естественно, лицом вниз. Мне кажется, во втором случае вынимать модель будет попроще. Залитую форму обязательно простукиваем об стол, чтобы выгнать пузырьки воздуха. Оставляем застыть на пару часов, потом убираем картон и вынимаем пластилин. Он отлично отстает от влажного гипса. Правда, чтобы достать модель, мне пришлось подрезать края формы там, где гипс затек под пластилин. Вот поэтому проще лицо вдавить в уже залитый гипс. Почему-то забыла об этом моменте, когда делала. Готовые формы оставляем хорошо просохнуть минимум сутки. И после этого можно делать слепки. Материал можно брать самый разный. В советском пособии 1947 года по изготовлению ватных фигур предлагается делать лица из папье-маше. Только, конечно, первый слой бумаги не мазать клеем, чтобы он не прилип к гипсу. У меня давно лежала древесная пульпа, решила попробовать ее здесь использовать. Огромный плюс такого способа с пластилиновой моделью и гипсовой формой в том, что вы можете потом сделать сколько угодно готовых лиц. Вот и я сделала по два экземпляра. Потом выберу, где роспись, удачнее получится. Но для того, как расписывать, поверхность нужно загрунтовать. Для этого используется специальный грунт – левказ. Он продается готовый и в банке он достаточно густой. Для работы его разводят пожиже, до состояния жидкой сметаны. И после того, как разведем, кисточкой покрываем лица грунтом. У меня в паре мест получились складки на пульпе. Мне эти места нужно было выровнять, так что я наносила грунт в несколько слоев. А затем отшлифовала мелкой наждачкой, чтобы поверхность получилась ровной. В составе этого грунта мел, так что он прекрасно шлифуется. После этого можно красить. Краски, опять же, можно брать самые разные. Я в этот раз пользовалась модельными эмалями. Они похожи по свойствам на те краски, которыми красили в СССР подобные фигуры. Но можно расписывать и акрилом, например. Сначала наношу телесный тон. Для девочек я цвет решила сделать посветлее, чем у дедушек. И даже перестаралась. Потом перекрашивала лица на пару тонов потемней. Затем смешиваю цвет слоновой кости. И рисую дедушке брови, усы и бороду. Подрумяниваю щеки и носы маленькой губкой, чтобы получился плавный переход. Можно также подрумянить щечки сухими румянами. Рисую белки глаз. Дальше мой маленький лайфхак. Чтобы аккуратнее нарисовать глазки и брови, я сначала намечаю их акварельным карандашом. Если не понравится, его легко стереть влажной тряпочкой. А удачные линии потом можно обвести краской. Можно и радужки также намечать. Радужку рисую синим цветом. И затем более светлым голубым оттенком делаю маленький мазок в нижней части глаза. Рисую зрачки. И белой краской ставлю блики в глазах. Ну и наконец обвожу коричневым линию ресниц и бровки у девочек, которые я намечала карандашом. Красным рисую ротики и ставлю точечки в уголках глаз и на ноздрях. И девочкам подкрашиваю волосы тоже губкой. В оригинале для этого использовался аэрограф, как и для щечек. Ну а я тут обойдусь подручными средствами. Даю лицам хорошенько просохнуть и покрываю глянцевым лаком. Опять же, как на оригинальных советских фигурках. Ну а пока лак сохнет, займусь основами для тела. Сначала нарезаю заготовки. Для основы я взяла брусок 19х19 мм. И напилила по 2 кусочка около 15 см для ног. И еще 2 кусочка 20 см на снегурочку. И 40 см на Деда Морозу для тела. Ну а также квадратные фанерки на основании. Соответственно 15 и 20 см. Размечаю на фанерке место, где будет стоять фигура. Естественно, стоять будет посередине. Я прямо нарисовала следы. По центру пяток просверливаю отверстия. И закручиваю туда длинные саморезы. В СССР забивали гвозди. Но с саморезами все-таки попроще. Прикручиваю к фанеркам короткие брусочки. В них тоже предварительно нужно насверлить отверстия, чтобы не треснули. Дальше нужно присоединить основу для тела. У снегурки все было просто. Между ногами расстояние небольшое. Так что я просто вклеила центральный брусок между ними, подгоняя высоту. Снегурочка у меня будет маленькой девочкой. Всего 30 см рост. А вот с Дедом пришлось повозиться. Между ногами у него расстояние больше. Так что мне пришлось добавлять проставки из разных реечек и брусочков. Я потом еще закрепила все это саморезами. Дед у меня будет великан. Аж полметра ростом. Дальше основу обматываю мятыми газетами. Нужно сформировать объем для тела. Ну иначе ватой сюда потребуется невероятное просто количество. Газеты я фиксировала нитками. Пока не получилось, более-менее похоже на то, что мне нужно. Пришло время ваты. Забегая вперед, на эту парочку у меня ушло чуть меньше двух больших пачек ваты. Покупала я ее в аптеке. Просто спросите, большие пачки 250 грамм. Пачка стоит чуть больше 100 рублей. Так что выходит очень бюджетно. Разматываю рулон и оборачиваю газетную основу. Получается что-то вроде елочки на ножках. Вату фиксирую нитками. Специально взяла темной, чтобы было хорошо видно. Обматываю всю основу и дополнительно стягиваю ее по линии талии и на шее, чтобы сформировать силуэт. Чтобы сделать руки, из кусочка газеты скручиваю жгут и приматываю его нитками к основе на уровне плеч. Сминаю немного газету, чтобы придать рукам нужное положение. Оборачиваю тонким пластом ваты и тоже обматываю нитками. Основа снегурки готова. Дедушку делаю аналогично. Оборачиваю газетную основу ватой, делаю газетные руки и оборачиваю их тоже ватой и нитками. Длину рук я в обоих случаях подбирала интуитивно. Но если потом, как поставите лицо, окажутся они длинные или короткие, всегда можно скорректировать. Ну и наконец ноги. Сначала приклеиваю на всю поверхность фанеры к пласты ваты, чтобы получились заснеженные полянки. Затем оборачиваю деревянные брусочки ваты и делаю мыски валенок. Форму пока можно только наметить. Выровнять и загладить поверхность можно будет и позже. Ну и весь снег на полянке сверху промазываю клеем ПВА. Тем временем лица высохли, можно их пристраивать на основу. Здесь я отступила от советских технологий и воспользовалась горячим клеем. Лица как бы вешаю на брусочек. Снегурочка получается с задранным немножко личиком, но это даже на руку. Будет смотреть на вас снизу вверх из-под елки. Приклеиваю снегурочке вату на затылок, чтобы сформировать нужный объем на голове. И делаю уже чистовую шубку. Сначала обматываю ручки тонкими пластами ваты, чтобы получились рукавчики. И сразу приклеиваю колбаски из ваты, большие пальчики на рукавички. Отрываю пласт ваты и укладываю на спину. Волокна в пласте должны идти вертикально. Обрываю лишнее в районе рук и укладываю пласт по фигуре. Обмазываю спину клеем. И все то же самое проделываю спереди. Только беру два узких пласта, чтобы получились полочки шубы с запахом. Для этого я на одной из полочек край подгибаю внутрь. Наконец, формирую талию, шею и запястье нитками. Дедушке тоже наращиваю затылок. И обклеиваю бороду, усы и брови тонкими клочками ваты. При желании можно было бы оставить ей как есть, не заклеивая. Будет тоже хорошо смотреться. Мне просто ватная борода больше нравится. Делаю ушанку. Накрываю голову кусочком ваты, промазываю клеем. И затем сверху укладываю два язычка, будущие уши шапки. И затем оборачиваю голову широкой полоской. Это будет оторочка шапки. У меня получилось сначала маловат, и я добавляла объем. Шубу делаю как у снегурки. Оборачиваю пластами ваты руки до нужной толщины рукава. Приклеиваю пласт ваты на спину. Тут мне показалось, что дедушка получается все-таки немножко худосочный. Поэтому под лицевой пласт я добавила еще ваты для объема. Спереди формирую полы шубы из двух половинок. И покрываю всю шубу клеем. Кстати, не сказала в начале. Я использую для работы клей ПВА марки Болларс. Он отлично подходит для работы, так как совсем не липкий. Можно делать все на клейстере из крахмала. Я в одном видео показывала, как его делать. Но мне с клеем ПВА работать проще. Формирую талию, обматывая ее ниткой. Тут, конечно, сильно стягивать не стоит. И делаю рукавицы. Наращиваю немножко объем тонкими клочками ваты. И делаю большие пальчики из ватных жгутиков. В левой руке дед будет держать елку. Так что до высыхания делаю ему перевязь из нитки. Чтобы рука сразу сохла в нужном положении. После того, как фигуры высохнут, можно красить шубы. Краски подойдут любые водорастворимые здесь. И гуашь, и акварель. Мне нравится работать акрилом. Но я его сильно развожу, чтобы получалась прямо жидкая краска. Почти как водичка. Тогда она хорошо впитывается в вату, растекается. И получается такой полупрозрачный винтажный эффект. Снегурочки я сделала шубку мятного цвета. Это мой любимый шалфей от Таир. Ну а у дедушки по классике синяя шуба. Это тоже краски Таир цвет индиго. Вообще я в росписи здесь старалась использовать только приглушенные спокойные оттенки. С капелькой черного или коричневого. Чтобы подчеркнуть винтажный стиль фигур. Так что никаких воровиглазных цветов. Дожидаюсь высыхания и приступаю к деталям. Девочку я решила нарядить в толстый пуховый платок. Отрываю толстый пласт ваты нужного размера. Обрываю край, чтобы получился сзади уголок, как у платка. Приклеиваю на фигуру и покрываю платок клеем. Мне нравится рваный край ваты без клея. Так что я сознательно не стала промазывать самый краешек. Мне кажется смотрится очень воздушно. Платок обматываю на шее ниткой, чтобы лучше лег по голове. Нитку на талии прячу под поясок. Это плоская ленточка из ваты. Я нарезала ее из тонкого пластоватой и пропитывала клеем. Висящие концы пояска приклеиваю отдельно. На манжетах делаю меховую опушку из полосок ваты. И наконец по нижнему краю шубки приклеиваю тоже опушку. Пусть форма вас не смущает, она еще будет дорабатываться. Дедушке также делаю манжеты и пояс. И конечно же роскошный меховой воротник. Вот тут не жалейте ваты, он должен быть большим и пышным. Из большого комка ваты делаю мешок. Пристраиваю его дедушке под левую руку. Будет его нести под мышкой. Горловину мешка я обвязала ниткой, придавая нужную форму. Даю фигурам просохнуть и буду красить детали. Поясок снегурочки я сделала желтым. А варежки покрасила в кирпичный цвет. У деда пояс такого же кирпичного цвета, как варежки снегурочки. Я повторяла цвета в мелких деталях, чтобы фигуры смотрелись именно комплектом. В этот же цвет крашу ему и варежки. Мешок конечно же будет красным. Внутренности я пока не трогаю, их черед придет позже. Шапку крашу в темно-шоколадный. Я кажется уже упоминала, что в руке дедушка будет держать елку. Основу для нее я складываю из бумаги. Не буду здесь подробно углубляться в процесс оригами. Я просто оставлю в описании ссылку на видео, где показывала, как складывать такие елочки. Делаются они очень просто. Елочку промазываю клеем и сверху обклеиваю ватой. Я еще добавляла там и сям дополнительные каплевидные комочки ваты, чтобы елочка смотрелась естественнее. После высыхания крашу елочку в зеленый цвет. Ну а стволик, естественно, в коричневый. Приклеиваю елку к фигуре и до высыхания фиксирую перевязью из нитки. Ну что же, пришло время наполнить мешок. Я сделала первым делом медвежонка. Форма очень простая, как дети лепят. И я не стала делать нижние лапки, только верхние, потому что нижних будет не видно. Куколка в платочке. Просто шарик, обернутый треугольным кусочком ваты. Позже я добавила еще комочек ваты на тело. Несколько елочных шаров. Это просто скатанные из ваты шарики. Слепила даже книжку. Точнее, ее верхнюю часть. Отдельно я сделала прямоугольный брусочек. Собственно, книгу. И отдельно обложку. Она чуть большего размера. После высыхания фигурки раскрашиваю. Мишка, естественно, бурый. Куколки я сделала мятный платочек. И желтое тело снова повторяло те же цвета, что есть на снегурочке. Личика крашу телесной краской. Книжку я сделала темно-зеленой. А сами странички покрасила цветом слоновой кости. Ну, а елочные шары будут бронзовые. В конце мелкие детали. Рисую мишки, нос и глазки. Кукле расписываю лицо в стиле советских елочных игрушек. Ну, а на книжке контурной краской делаю надпись сказки. У меня тут, как видите, бумажка для ориентира. Я на ней разметила положение букв, чтобы надпись вышла ровная. Ну, и на елочных шарах я нарисовала контуром всякие финтифлюшки. Подарков, конечно, пока маловато. Так что я слепила еще мячик. Это просто ватный шарик. Бусы. Много маленьких шариков, которые я нанизала на нитку. И конфетки. Я делала их разные по форме. И шоколадные, и карамельки. Мячик, бусы и конфетки раскрашиваю. Старалась, чтобы получилось ярко. Предметы все были разных цветов и не сливались в мешке в общий фон. Но при этом все оттенки очень приглушенные. Чуть грязноватые даже. Чтобы сохранить винтажный флер. Готовые подарки пристраиваю в мешок. Сначала книжку. Чтобы она держалась, я ее до высыхания зафиксировала канцелярским зажимом. Мишка будет выглядывать из мешка в нижней части. Куколка будет сверху. Между ними там и сям пристраиваю елочные шары. Бусики я укладываю так, чтобы они свисали из мешка. Мне кажется, очень эффектный штрих. Хотя и очень простой. В центре приклеиваю мячик. И наконец все пространство между игрушками заполняю конфетами. Теперь можно заняться мехом. В принципе, фигуры и так с простыми гладкими манжетами и воротником смотрятся хорошо. Но я очень люблю кудрявую текстуру, которую можно сделать на вате. Так что воспользуюсь техникой, которую уже много раз показывал. Тонкие, почти прозрачные пласты ваты промазываю щедро клеем. А затем большой иголкой или стеком собираю в морщинки и складочки на гладкой поверхности. Очень удобно делать на силиконовом коврике, как я. Такой текстурной ватой покрываю манжеты и оторочку шубки-снегурочки. Ну а дедушке, конечно же, декорирую ушанку, воротник и манжеты. Последний штрих промазываю клеем и посыпаю слюдой снежок под ногами и шубки моей парочки. Мех я решила оставить без слюды, чтобы не портить текстур, и можно готовиться к новогоднему показу. Мне очень нравится эта парочка, люблю советские елочные игрушки и подставочные фигуры тех времен. И давно хотела сделать прямо большого дедушку-мороза. Мне кажется, для ретро-елки такие фигуры подойдут идеально. Ну а самое приятное, что подобного деда-мороза и снегурку вы точно сможете повторить. Ведь здесь не используется никаких сложных молдов или материалов. Все очень бюджетно, хотя и затратно по времени. Я специально выпускаю это видео пораньше, чтобы вы успели сделать такого дедушку с внучкой и себе домой. А может в подарок кому-то из близких. Подарок будет это без преувеличения роскошный. Ну что же, надеюсь вам понравилось это видео. Напоминаю, что у меня есть целый большой плейлист, полностью посвященный игрушкам из ваты. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Ну а на сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok